у нас сегодня братьях нет меньше а у у у у у у у у Что я сегодня читала? Послание. Что, больные выздоравливают? 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 Потому, что тайна спасения нашего беспрекословно велика. 1 Тимофея 3.16. 1 Тимофея 3.16. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь, да то ли, пока она выточит всю дурную влагу, а потом уже прикладывают и лекарства. Так нужно было, чтобы и грех обнаружил все, все свойственные ему виды, а потом, чтобы великий врач с большой буквы положил лекарства. Поэтому-то Господь допустил дьяволу исполнить меру злобы и потом, воплотившись, уврачевал всякий вид злобы совершенно святой своей жизнью. Он говорит, идите, ибо уже все готово, ибо Господь всем благовествовал близко Царствие Небесное, и оно внутри вас. Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой пять пар валов, можно разуметь, пристрастных к богатству, а подженившимся сластолюдцам. «Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом?» Серахова 38, 25. «А под отпадающим из-за жены, можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти, союзницы души, будучи с ней одно, и совокупившийся с ней, не может угодить Богу». Можешь все это разуметь и буквально. «Мы отпадаем от Бога из-за пары валов, так и из-за женитьбы, иногда привязываемся к ним, на них тратим всю жизнь, на них трудимся даже до крови, а божественного ничего, ни мысли, ни изречения, ни помыслим, ни исследуем». Евангелие от Луки 14, 21-24. «И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». «Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Толкование. «В находящихся на дорогах и переулках можно разуметь язычников. Израильтяне были внутри города, так как они приняли законоположение и наследовали городской образ жизни. А язычники, будучи чужды заветов и отчуждены законоположения Христова, и, не будучи согражданами святых, проводили жизнь не на одной дороге, но на многих дорогах беззакония и невежества, и в изгородях, то есть в грехах, ибо грех есть большая изгородь и средостения, отделяющие нас от Бога». Словом, «на дорогах» намекается на скотоподобную и разделенную на многие мнения жизнь язычников. А словом, «в переулках» указывается на жизнь их во грехах. Не просто повелевает позвать сих, находящихся по дорогам и изгородям, но понудить, или понудить, хотя вера есть – дело произвола каждого. «Для того сказал он, понуди, чтобы мы познали, что у верования язычников, находившихся в глубоком неведении, есть знамение великой силы Божией. Ибо если бы немного было силы у проповедуемого, и невелика была истинна учения, то как люди, служащие идолом и совершающие постыдные дела, могли бы убедиться вдруг познать истинного Бога и совершать духовную жизнь, желая указать на чудность его обращения и назвал оное понуждением. «Как бы кто сказал, язычники и не желали оставить идолов и чувственных наслаждений, однако ж, истинной проповеди принуждены были оставить их. На многих он посылает болезни и бедствия, и через то невольно заставляет отказаться от такой жизни, по судьбам, по каким сам знает и приводит их на свою вечерю, обращая в понуждение для них на ведение бедствий. Притча научает нас подавать лучше нищим и увечным, чем богатым. Мы должны быть так усердны и щедры на принятие братьев меньших, что должны убеждать их к участию в наших благах и тогда, когда они не желают». В этом для учителей сильное внушение, чтобы они наставляли учеников своих должному и тогда, когда сии не желают. Господу нашему слава во веки. Аминь. Братья и сестры, я прежде всего хочу попросить вас молиться о нашей сестре Ревтини, которая находится в отделении общей хирургии. И сейчас она находится в гравитационном отделении, потому что возникли осложнения после оперативного лечения. Молитесь. Серьезная ситуация. Дай бог, чтобы вся эта ситуация разрешилась. Она передает всем поклон. Перед операцией в пятницу у нее была исповедь. Сегодня должен отец Сергий, это все с разрешения, с благословения батюшки нашего, отец Сергий из часовни нашей церкви больничной придет ее причащать. Второе. Прошу помолиться, чтобы Господь продлил еще дни в тесте моего Виктора, у которого возникла травма черепно-мозговая, закрытая. Упал на кухне. Ну что, продлил Господь не для того, чтобы его, как вот, начал он уже вроде идти по пути к Богу, чтобы дошел до того состояния, когда уже можно было бы сказать, что приняло во крещение святое, покаялся бы. Ну, Богу все известно, если угодно Господу. У него возник перелом, линейный перелом теменной кости под мозговой оболочкой кровоизлияния, внутри мозговое кровоизлияние. Он находится в тяжелом состоянии, в отделении нейроэнерации. Зовут его Виктория. Ситуацию, я вот понаблюдал за работой этих отделений, разные бывают. Как и всегда, как и везде, человеческий фактор разный бывает. Бывает смена доброжелательная, добросовестная. Видно, что трудятся на совесть. А бывает, что и между собой у них там конфликты, и с пациентами конфликты, и пустая рукава. То есть, все зависит от... Кроме того, что врач назначает и смотрит, как дойдет все назначение, и как будут исполнены все необходимые манипуляции, большей частью зависит от среднего и младшего медицинского персонала. Элементарно. Кризму поставить, освободить желудочно-кишечный тракт, подмыть там, катетер посредить какой-то мочевой, выпал-не выпал из мочевого пузыря. То есть, элементарные вещи по уходу, это вот от них многое зависит. Захожу, приоткрыто окно. Окно приоткрыто. Ну, зимнее проветривание, там чуть-чуть. Ну, для тебя чуть-чуть ты работаешь, тебе душно. А она лежит около этого окна. Нам еще этого не хватало, чтобы возникло осложнение какое-то в виде воспаления. Ну вот, приходится так вот делать замечания. Такие вот ситуации. Я хочу вам напомнить, что мы все, члены нашей общины, те, которые изначально пришли в общину при создании ее, и те, которые пришли позже, они приняли существующий устав общины. Мы давно его не поновляли в нашей памяти, и я предлагаю это сегодня сделать. А почему? Да потому что, нарушая то, что мы приняли, а если мы приняли на нашем общем собрании, мы единогласно или большинство голосов приняли, то мы должны подчиняться этому. А если мы не подчиняемся, если мы не выполняем, то мы кто есть? Лжицы. А участь лжицов где? Наследует Царство Небесное? Не наследует. И помните, что когда вы оказываетесь в больнице, то мне очень видно это. В каком состоянии духовном, которое отражается на телесном состоянии? Находится человек. Итак, от церковной дисциплины. Торговля категорически первая. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. Слова места Священного Писания зачитывать, или знаем, что все это, не просто слова, а все это основано на Слове Божьем. Далее. В храме не разговаривать даже шепотом. Допомнили? Пост третий. Пост строго обязателен для всех христиан и оглашенных. Нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Четвертое. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Пятое. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Елей натуральный, не вазелиновое масло. Шестое. При возрасте оглашенные из едите, им выходить в притвор, так же и отлученным до грех, кроме куп настоящих. Седьмое. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Опоздавшие верные стоят в притворе, до оглашенной из едите. Восьмое. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки держать, не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Девятое. Детям не создавать шум. Десятое. Мужчинам не носить галстук, женщинам мужской одежды. Всегда быть в поясе, рубака на выпуск. Женщинам строго платок, волосы совершенно закрыты, руки закрыты до кистей, край платья не выше 10 сантиметров от земли, никаких украшений косметики. Одиннадцае. Крещение совершается только над прошедшими катехизацией, над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Полное троекратное погружение, обливание, мочение, закрещение не признается, и неуверовавшие, непогруженные считаются некрещенными. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение детей, ни отпеваний, ни других требований и таинств. Двенадцатое. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко Кресту к причастию первое. Тринадцатое. Без нужды. Три воскресных дня к ряду презревшие богослужения отлучаются. Четырнадцатое. Табакурение, пьянство, продобритие, волшебство, зрелище запрещены. Пятнадцатое. За порядком в храме наблюдают староста и стражи у дверей. Шестнадцатое. После окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим оказать внимание по возможности ответить на вопросы. Напомнили, да? Наши уставки. И еще он дополнен на следующих наших общих собраниях. Он дополнен. Рядом там написано. Так что подойдите и прочитайте. И да поможет нам Господь исполнить эти простые правила. А Господь говорит Иго моё легко и время моё не тяжко. Вопрос можно? Конечно, брат. А и подьякон с какого времени человек становится? И подьякон. Вопрос Игнат Тихонович. Я на него не знаю ответа. Объясните. И подьякон 20 лет. Дьякон с 25 лет. Священник Пресвитерс с 30 лет. А епископа не указано. Сразу можно с 30 лет. А почему у нас тогда юноши, молодые дети заходят с батюшкой в алтарь? Если мы такие молодцы. Здесь ни подьяконов никаких нету. Никакого положения. А в алтарь заходить можно. Уже приобщенное. Всё. А благословение архиерея. У нас никто не заходит. Не будучи благословен. Один епископ благословил. Значит, надо там добавить, что-то, кроме приобщенных. Потому что они же меря... Ну, они специально там называют там-то ризничь или как-то. Там название много. Постельничьи. Ну, значит, надо написать кроме пономарей там. А что такое дьякон-то? Кто такой дьякон? Ну, и подьякон. Или про слово дьякон-то. Не важно. Главное. Что такое дьякон? Перевод означает помощник. Помощник. Всё. Так что тут... Наверное. Нет. Возраст-то есть. И подьякон из 20 лет. А остальные там кто-то? Чтецы и так далее. С какого возраста? Какое-то дополнение необходимо делать к нашему уставу? Вот по вопросу брата. Нет. Всё как есть и нормально. Но я хотел сказать, что я староста. И иногда приходится мне во время богослужения проходить ту комнату смотреть. У нас Тамара глухонемая. И обихоженная она или нет. Я обязан это посмотреть. Я даже иногда туда не захожу. Просто посмотрю. И кто-то пишет что-то. Я возвращаюсь. Это моя обязанность. И поэтому, когда делают замечание, никакого, чтобы никак не было. Вот сегодня я гляжу примерно двое относительно платья. К одному подошёл и сказал, а другому боишься сказать. Говорят, а могут по зубам дать. Это не годится. Я уж кого-то прошу, скажи там и как-то. А я такое дело ходить не буду. Я знаю, как говорят. Хотя человек и не говорил. Маленькая девочка. Разницы нет. Максимально от пола 10 сантиметров. Мы как-то одно время мерили даже здесь было. Но у нас тут всё нормально. Я просто говорю, что если когда я захожу туда, это мне почти положено. А теперь относительно болтай входит. А какое звание чтец? Какое? А мы все туда входим. А как раз чтец и для того и поставлю, чтобы он выходить мог. И когда нужно выносить, помогать там Евангелие и прочее нас отрубим. Этого Семёна Солунского и Новая Скрижань, там подробно это всё описывается. Так что в этом вопросе у нас нарушений никаких не было и нет. Но когда приезжает с архиереем, бывает и бритой, тут уже мы экономией пользуемся. Но если только он так упадётся, где-то выйдем, я бы всё равно накажу. В следующий раз приезжаю, я вижу уже с бородой. Я бы всё равно выловлю на улице. Надо сказать по Тамаре. Тамара остаётся у нас не до конца как бы обихоженной. Почему? Потому что здесь она давно уже не остаётся на собрании. Почему там? Потому что не могут перевести их толком? Или что? Нет, нет, нет. Она сама уходит. Нет, она мне объясняет, что не могут ей перевести. Как нужно. Они не хотят. Разложить так. Всё я в трассе делаю и писала. Значит, нужно проявить инициативу в этом плане. Попросить её, убедить её, что вы сможете. И постараться смочь это сделать. Виктор Андреевич, ну проповедь же вот я нахо сидела и переводила всё проповедь. Тут ещё зависит и от Тамары самой. Ну, надо выяснить этот вопрос, так или не так. Хорошо? Она непрерывно руками ей показывала. Я рядом с тобой. Она говорит, что не понимает. Мне она, вот я говорю, что она мне объяснила, что вот я не хочу, потому что... Суть от самой Тамары. Ну, может быть и так. Второй вопрос после юбок всех, это самый существенный, это разговоры, разговоры с шёпотом. Причём не братьев, братья, я не слышал, чтобы разговаривали ни разу, никого. А вот сёстры, и маститы, и сёстры, главное. Ну, дети, понятно, на детей там, чё какая скидка на детей? Ну, дети, которым уже, ну, за больше 10 лет, ну, пора бы уже не разговаривать. А то и более старшие подходят к матерям, шепчут что-то там на ухо, через платок попробуй там услышать. Ну, то есть это вот второй момент такой. Ну, брать мать сразу и вытягивать просто сюда, и всё. И тут говорить, если важно так. Я так предполагаю. Но вот маститы в нашем, уже, так сказать, супер православным нашим старицам, да, ну, это никуда не годится, негодящиеся. Есть у нас кивки, там есть всякие, там, ну, там, ладно, там, пожать что-то, ручку там и так далее. Ещё, ну, понятно, не говорите ничего же. Ну, когда начинают шептать, что-то там, любовь такая невероятная. В ущерб устава. Понятно. Это второй момент. Ну, а другие как-то-то более-менее сносно. А тебе, Игорь, можно разговаривать, да? Ему можно, потому что он наблюдает. Когда я делаю замечания, я не могу делать. Я должен делать. Ну, я редко это делаю. Сегодня я ничего не говорю вообще никому. В последнее время я редко это делаю, потому что я там сзади не хожу. Игнать Игорьич, не поймут. У нас не поймут. На столе появляются маленькие книжечки вот такие вот, а флоршурки, как их назвать. Кто их приносит сюда? Я приносил. По Теряевке мы поступили так, я думаю, и правильно будет. Сейчас вы услышите. Для молодых по одной раздать, чтобы они подготовились, описали, что здесь есть и достойно ли они того, чтобы оказать на нашем столе. Так, письмо молодым людям. Кто возьмет? Из молодых имею в виду. Бабушка там на меня рассмотрит. Ну, так, хорошо, что ты вышла. Ты знаешь, что с турдопереводчиком, как быть, это непросто. Ко мне приходила Светлана Клюй, преподавала уроки. И кроме того, я целый диск писал из интернета. Это целая наука. Но когда я увидел, что у нас тут есть кому, я сразу отошел, у меня времени совсем нет. Учись как следует. Дальше. Рождение свыше, крещение духов, духовные дары. Все неправославные эти книжечки. Так, кто берет? Так, кто-то руку поднял. Было. Я пока поворачивался, уже опустили. Так, бери, Лариса. Бери. Хорошие, приготовься там. На полях карандашиком сделай, где сделай зонтаметр. Избавление в образе Черного моря и Ордана. Молодая. Там маленькая совсем. Кто возьмет? Ты? Андреев, молодой. Андрей, пусть потрудится. Ну, давай. Дарья, приготовь я. Неделя впереди. А вот золотой дыр, это похоже как художественный, но очень, видно, хороший. Я так глянул сегодня. Кто возьмет? Я не вижу, где это Дарья. Дарья ушла. Дарья ушла. Я нету? Приболела. Приболела, ты могла бы ей дать? Ну, сама поздно. Так, и духовная война. У нас там я распределил, и занятия когда были, каждый выходил и рассказывал. Так, кто возьмет? Они небольшие брошюрки. Ну, хорошие. Ну. Володя молодой. Я не вижу. Вот здесь сидят, молодые. Ну-ка, повернитесь ко мне. Живее. Возьми. У них нет желания. Возьми, порадуешься. Другим скажешь, раздевайте речь. Вот еще раз. Так. И вот саминое гнездо. Ксюша, бери. Рядом с ней сидит ее подруга. Сень, вместе читайте. Так. Сеня, сидите. Ксюша, Ксюша, бери. Леонидима, возьмем. А потом обменяйтесь. Этими документами книгами. Так, я теперь объявление сделаю. Просто прочитать. Ксюша, я не буду дать ей сказать. Вредно это для души. Вот, заметьте, я говорю, даже не переключаю. Остановились. Тихо. Дело в том, что у нас один стол занят книгами. Я говорил, мы посетили в миссионерской поездке 650 городов и сел. По стоимости издания, как первое было-то, это на 35 миллионов рублей подарок сделали. Я цифру озвучиваю. Так, 18 лет книги лежат. И спрос только вот этот. Вот Новый Завет. А другие-то не знают из интернета. Володя относит. И к истинному правоставию бывает. Один-два экземпляра. В общей сложности мы бесплатно раздали. Нового Завета. Больше тысячи экземпляров. Но первое было издание черно-белое. А потом заказали еще две тысячи. Второе издание к истинному правоставию три тысячи. Поэтому у нас он и есть. Теперь уже неделю назад. Совершенно другие цены. И все по-другому. Ни Новый Завет. Только в комплекте. Вот эти лежат книги. За всю зиму, я не знаю, кажется, не посылали никуда. Но только я объявил об этом. Сразу вот это полные комплекты. Два ушли в Белоруссию. Им нужен Новый Завет. А мы не знали, что такие книги. И теперь мы вот самый Пургук отправили кое-как. Цена вот эта вот, которая была здесь. Все ушло. Этого нету. Оно стояло на одном месте. Хотя все везде. Я прошел по магазинам, посмотрел. Чем меньше тираж, тем дороже. Потому что главное, это набор. Все это такое, как называют. Цена с сегодняшнего дня. Вот это вот, что лежит здесь. 42 тысячи. Хорошо, слушайте. Отдельный Новый Завет. И сразу только сказал нет. Сразу мне Новый Завет. Нет, уже все. Вчера последний Севастьян брал. Он взял, а назад приходит уже все. Ну как в магазине. Все, мы перешли на Новое. Отдельный Новый Завет отсутствует. Только берется комплектом. И уже мы, знаете, объявили. И сразу два комплекта сняли уже. Почему сейчас книг много? Мы тут распечатывали. Никто не знал. Имейте это в виду. За границей, если Америка. Там другие цены. Беру по дню издания. Потому что инфляции то и не было у них. 1250 долларов с пересылкой. За границу. Вот это ушло в Белоруссию. Самое дорогое здесь рядом с нами. Это Украина, кажется. И Казахстан. Как в Америку посылать. Эта цена очень большая. Почти 250 долларов за пересылку. Так что цены я примерно называю. Ну, примерно так. Там нет у нас стихов. А может не будет скоро первого тома. Все к концу подошло. И мы говорим. У меня спрашивали возможность издавать. В письменном виде. Сболбланк. Там пищать мы издали. Но неизвестно, издают они или нет. Какое-то общество в Москве, к православию относится, просили разрешения переиздать книги. Мне сообщали не раз. Видели другое издание. Для слова Божьего нет. Уз еще какое-то. Меня даже не уведомляют. А мне разницы нет. Если большой тираж, я прошу хотя бы 100 экземпляров дать мне как автору издателя. Что надо? Для подарков. Молодец. Подарков означает, ни один экземпляр не будет продан. Значит, о книгах. Прошу помощи. Помолитесь. Книги по-прежнему решают очень многое. Меня там всюду пишут. Попала книга и все оставили. Там целая семья вернулись от адвентистов, баптистов. Все это открыто. Сегодня ничего не скрываем. Дальше. Вот у меня с вопроса ответы. Я сегодня немного сказал. Лежали нетронутые. Лежали нетронутые. Это уже 10 лет. И вот благодаря тому, что появился новый человек. Вячеслав Семенов. Из Казани. Нынешний принимал крещение. И за ним следом еще помощники. И уже больше тысячи ответили. Тысячи отдельно, как есть. Начитывает их. Дальше определенно он создал каждая картинка. Старобрядцы там сидят. Такие там. Ну, то есть, 55 папок. Коммунизм. О коммунизме там, в котором вопросы в папку собраны. Отдельно там знамя. Ну, подходящее все. А Сергей Павлович, тот начал даже на отдельные вопросы о священстве. Мне трудно это искать. Ну, нужно. Прямо на самой картинке, где священники стоят, патриархи, там само название вопроса. Об этом надо помолиться и помочь. Дальше. Вот сидит Андрей Головач. Он у меня прожил 4 дня. Все говорят, а за что его выгнали? Другие, а почему он сбежал? Не выгнали, не сбежал. И ушел по-хорошему. А тестом или кто-то... Ну, тут я могу сказать, пуповину надо раньше резать. Я думал, что он пробынет до глубокой весны. До глубокой старости. Будет пропускать на занятия. У нас-то не было. На молитву. То есть, дома это дома. Закрепить за 4 дня очень трудно было. Он сам пришел ко мне, рассказал, какое положение его. Я благодарен Богу, что он не закрылся. Это самое большое дело. Так Андрей Шевцович, дверь моя открыта. Ты привез машину, когда снега уборишь, она пуляет там где-то. Ее надо сегодня забрать, нам против нельзя. Он привез, прям ночью темно уже. И все очистили двор. Не знали как. Бились, бились. Я не могу разогнуться с лопатой тоже тут. Молодец. Зашевелился маленький. Так, у меня просьба, кому я не знаю. Сегодня съездили, чтобы к Орековцу Михаилу Петровичу узнали, живой ли он. На телефоны не отвечает. Если будете наставить, чтобы я поехал, я поеду. Кто знает точно где. Татьяна Пузьменищина знает ее взять на машине. Женя, поехал бы? Ну если дорога есть, почему бы нет? Есть. Ну просто занятия, занятия как кончатся у нас. На столе лежат календари, батюшка говорил. Говорит, по 200 рублей кому надо, должен смотреть на это. Так я повторю некоторые цифры, которые говорил. Вот эта трапезная, где мы находимся, 25 мест священного писания полностью. Оберитесь, никуда нельзя посмотреть. На четыре стороны. Вы найдите такую трапезную, патриархию или где-то. 25 мест писания. Все не заучить. Ну постарайтесь. Вот Вячеслав как раз у нас группа какая-то, у нас сейчас работает. И он каждому дает задание, а потом спрашивает, выставляет оценки. 25. Дальше. В самом храме 16 в храме. А в коридоре, в коридоре, это вот как в приходе в храм, и снаружи 14. Всего 55 мест писания. Не считая то, которое... Ну вот сейчас устав смотрели, там отдельные места указывают только. А это именно тексты. Вот они, три текста. Это главный текст вот у нас здесь, как заходишь. Это по львову Надежды Ивановны. Посмотри-ка. Как будто бы фабрика отпечатала. Посмотрите внимательно. Где бываете? Вот в Алтайском крае, допустим, 230 храмов. Ну сколько? Десятков тысяч храмов в России. Нигде больше этого нет. И у нас это прошло, знаешь как? Спокойно. Когда мы первые надписи сделали, а батюшки не было. Я говорю, молитесь, чтобы батюшка расположен был. Так он приехал и говорит, а почему ты так подумал обо мне? Я говорю, батюшка, да я уже не знаю, что и думать. Я знаю, бьете меня. А он одобрил. Служил из всех самый любознательный. Оказался митрополит, тогда был еще, он не митрополит, а... Епископ. Сергий, 16.5, Иеремия. Ты оставил меня, говорит Господь. И я простру руку на тебя и отвергну тебя. Точка. Я устал миловать. Он подошел так. Это где написано? А там солнце выжило и нет нигде. Я тут сбоку криво написал, где Иеремия. Единственный, кто поинтересовался, митрополит. Дальше. Дверь, от которой заходите, дверь закрывают. Дверь не закрывают. Тут у нас кое-кого нету, кто есть. Выходит вчера, я стою здесь и чувствую, рука мерзнет. Тут видно вроде дверь нормально. А когда стал выходить, она вот настолько вот дверь приоткрыта, ее даже не видно. Ну шел, могла ты рукой толкнуть, а чтоб закрыть-то. Это же бедро угля вылетело. И мы сколько молились после этого, там, и дверь, все, ее не видно, открыто. Ну, заходишь, нажми ее дверь-то, прижми. Нельзя это делать-то. Говорю-то о самом маленьком. Дальше. Меня бомбардирует по телефону. Вот представьте, сегодня, ну, немного было, кажется, 17 раз только позвонили. Притом звонит не просто бряхнет, а пока звонит, 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 и сам телефон гаснет. Я только успею зарядить опять. За день у меня получилось, один, считал это, 35 раз, один и тот же человек с разных телефонов. Я не могу взять телефон, открыть, и который телефон стационарный, то по нему, то по-другому. А то на сестру он, Татьянуху, извини, что заходит. Ну, так как будто надо помолиться. Что человеку надо? Ничего. Он меня гонит, стращает, угрожает. Я на тебя доберусь, старый еврей. Ты еврейскому богу всех ведешь людей, мылиться. Ну и дальше понятно. Так может, поэтому я мог не дозвониться? Я звонил, 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 звонил. Не могу дозвониться, и все. Не могу взять, не могу. Потом я же Володя позвонил, все, попросил, чтобы Амак передал. И Володя позвонил. Я так, а ты звонил с телефона, которого у меня нету его. Чего, что мне не дал его? Как нету-то? Вон у меня всегда... Ну ты сейчас позвони, я замечу, что Яковлев. Один телефон. А раз он не выслышит, я кому? Я ему должен теперь. Как только я поднял трубку, он начинает, и ничего нельзя сделать. Он просто умирает. Игнать Иванович, Игнать Иванович, там техника иногда показывает, даже если у вас телефон есть в списке, иногда не показывает. У меня такое вот тоже бывает. Он неизвестный, берет это делать, и известно. Ну неизвестно, это понятно. Я имею в виду, Виктор Андреевич, если даже звонит, может просто номер телефона. Виктор Андреевич, не знаю, кто у меня знакомый, когда звонят, то как надо. Ну вот такое дело, нуждаюсь в помощи. Еще раз прочитаю, Исайя, Исайя, 52-7. Как прекрасны на горах ноги, благовествующих мир, возвещающих благое. Как прекрасны ноги. А не то, что, ой, какие у нее ножки красивые. Она никуда не ходила, они кривые у нее. Больная. Одна женщина, она знакомая, знакомых я не очень хорошо так вот, чтобы прям знаю. У нее в этом году муж умер, она сейчас уезжает, и она вчера попросила забрать у нее посуду. Я вот тут распределила сестрам, в трапезу привезла и дала помянуть, ну если есть у кого желание. Насколько человек был верующий, я не знаю, но скорее всего как все. Если есть у кого-то желание, помяните Анатолий. Крещеный. Да, крещеный, отбивали его, а там дальше уж я не знаю, говорю, что ему не близко. Дальше никто не знает. Поэтому я вот раздам потом, когда уходите в эти платочки. Кого есть желание, помяните, нет, не поминайте. Чужих рук никогда не беру, боюсь. А из моих. Они же новые смогли. У брата Алексея есть слово. Побежи, как, да что такое, да. Ничего, ничего, восстанови язык. Спасибо, Христос, за молитвы. Получилась краткая поездка в Рим, в Италию. Ну, чтобы было понятно, у меня в жизни моей были, вот сейчас я считаю, три самых главных поездки, которые меняют очень сильно взгляд на мир и особенно на жизнь. Первое, это Иерусалим. Второе, удивитесь, это был Таиланд. Это там, где, так сказать, буддизм пришлось столкнуться, увидеть это живьем. И многие вещи поняли. Ну, девять лет отдать книгам разного рода религии я изучал в свое время. И поэтому, как бы, остатки остались, мозаика начинает складываться. И последняя, это поездка в Рим, я хотел очень сильно попасть в Ватикан. И когда я попал, все это увидел, у меня укрепилась вера. Вот, лично для меня. Но времена, какие сейчас, если вы будете смотреть, то я могу вам сказать, вот как штрих. Мало кто об этом думает. Вот есть два слова, когда говорят, вот есть вера, а есть религия, да? Есть слово религарус, а есть слово религарус, а есть слово религиус. Одно означает культ, поклонение, а другое означает связь с Богом. Ну, так как мы верующие, мы как раз об этом и говорили. Меня, знаете, что удивило? Вот представьте себе, Франция, 87, говорят, ну, пусть будет 78, 80% людей против однополых браков. Протаскивают и делают. 80%! Это даже невероятно! Я к чему это говорю? Есть символы, знаки, которые мы не видим и не понимаем. Как простые монетки. 2016 год, там, 14-й, посмотрите, двуглавая вот эта наша курица-гриль, без символов власти, без всего. И вдруг с определенного года появляется уже символ власти. Двуглавый орел это признак империи. Вся Европа под одноглавными орами, в том числе и Рим. Вдруг смотрю пятна по городу, это исторические памятники. Стою на них смотрю и поражает колониальная архитектура, как в Санкт-Петербурге. Удивительно! Папские покои наших пап. Ну, папа, патриархов и так далее. Человек, перед которым нет никого, нет посредников. Он и Бог. А для нас есть. Для католиков Касфолос у них папа. Так сказать, посредник, да? Главный как бы это самое. И вдруг он, все его спальни, все в языческом стиле. Все картины, статуи. Почему наши императрицы и императоры то же самое? Так поражаешься, смотришь. Это как бы наметка. Вот на эту тему, если хотите, поговорим. В личном плане приглашайте начать. Есть что сказать, есть фотографии посмотреть. Город потрясающий Рим. Многоуровневый. Красавец. Мы были вот сейчас в декабре. Ну, грязненькие там. Есть, так сказать, много улочек. Дома треугольные, так называемые, допустим, 3-4 дома, как квартал, да? И 3 трехугольные, четырехугольные, пятимногоугольные. Получается вот этот вот квартальчик, он 5-6 улиц или 4 улицы. И ходишь, и вот улицы, 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 там можно заблудиться. Город на разных высотах. Красавец. Просто красавец. Красивый. Мне очень понравился. Тысячелетняя история, как бы, да? То есть, то, о чем говорим. А поразило еще то, что у нас вот ездит, вот колоночка рядом. Нажал, вода потекла. А там колоночки стоят, и все время бежит вода. Нет, не положено. Настолько воды утекает. А потом я осознал, долго думал, вот этот недель был, что если вода задерживается, то она может протухнуть и отравиться. И она все время бежит небольшим, вода потрясающего вкуса. Там прям говорят, можете пить в любое время, набирать такие колоночки везде. Очень вкусное. Настолько пьешь и пить хочется. А вот уже из крана, говорят, нежелательно пить. Так же, как у нас, хлорка очищает, допустим, из-под крана. Значит, что еще поразило? В плане быта булки. Кто любит булки? Ребята, туда надо. Хлеб во всех видах. Красота такая и вкус необыкновенный. Наш хлеб ешь, он какой-то пустой, мелкий. А там берешь кусок хэмера, серый, белый, любой, прям тут же готовит его, ешь, а он вкусный. И вот эти плюшки, 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 через неделю все-то домой быстрее уже невозможно. Это ужасно, это кошмар. В плане быта. Значит, вот почему-то получилось, Наташа заранее сделала, нельзя было отказаться, могли деньги потерять. Но москвичи другие люди, у них поездка в Рим, 7 тысяч туда-обратно. Вы можете представить? Представайте, а у нас доехали 23-25 тысяч до Москвы только. А у них 7 тысяч туда-обратно или 8 там, да? Сколько, Наташа? Примерно так. То есть, поездка такая, да, значит, когда я попал в Ватикан, я сразу там двинулся на площадь, самые дорогие места, там квадратный метр, миллионы стоят. Я увидел несколько, там должно быть три основных символа у них. Это земля-шар, это художник, который все это поставил, сделал. Удивительно, ну что люди, сумасшедшие что ли? Там миллионы стоят места, и вдруг из золота сделан специфический. Они это понимают, о чем речь идет. Мы-то этого не понимаем. Несколько убрали, один оставили. Это символ Земли, космоса и так далее. И когда мы ходили по всем этим картинным галереям, по этим самым, там физика эта Кеплера и та, которая нам преподается. Так что надо это понимать. Мы немножко, если человек, который с Новым Гонселезом, сразу начинает соображать, о чем речь идет. Потому что 15 веков, все прекрасно знали, что в центре Земля и так далее, разговоров об этом не было. А потом вдруг все сменилось. А я теперь спрошу, расскажите, пожалуйста, когда христианство появилось? Как это было? Некие волхвы. Кто это? Знатные, царский род, особые люди. Приходят и поклоняются Христу. Плохо или хорошо. Признают его и принимают. И вдруг становится вот это вот христианство. А я вас спрошу, скажите, пожалуйста, что такое в корне своих христианств? Сегодня Сева об этом читал как раз проповедь. Вот христианство это что? Как оно выражается в отношении других людей? Других религий или что-то там, или сословий, или форм? Нет ни Елена, ни Удей, нет ни раба, ни господина. Так? И сейчас, я вам не зря сказал, Франция приняла, и вдруг Франция, там где основано христианство, главное, наше, символ его, и вдруг прям в наших глазах берут и сжигают, и сжигают его. Вам ни о чем это не говорит, какие времена не сжигают? Кому это символ? Взяли и сжигают? Чего же? Ну, Нотр-Дам-де-Пари. Чего же? А почему он наш символ поставил? Ну, я сейчас только скажу. Нотр-Дам-де-Пари. Нотр-Дам. Теперь это что? Главный храм Франции. Главный храм церковный православный. Собор Парижской Богоматери. Собор Парижской Богоматери. Почему? Ну, Кафалос, мы кто такие? Кафалос, католическая церковь. Это основа христианства. Откуда вышли мы? И вот так его на наших глазах сжигают. Вот я об этом и говорю. И когда заходишь на Ватикан, и вдруг начинаешь понимать. Сейчас твоим открытым текстом говорят. Кафалос, католичество, которое современное, оно изменилось. Потому что отдельно группка стоит. И прям увидим. Групка иудейского народа. Там, ковчег. И все это отдельно выделено. И это отдельно. Оказывается, отдельно народ спасается. И под уклоном мусульманским окрасочкой все это дело. Это вот именно современное. Об этом я говорю. Не то, что было раньше. Почему, когда мы говорим о себе, о православных, почему еще пока мы еще сохраняем. Ну и с нами-то уже что делается. Я к чему последнее, чтобы заканчиваю. Чтобы было понятно, признак какого времени. Ну вот скажите, вот слово священник, это высокая часть. Есть или нет? Необыкновенное. Свят. Да? Свет, свят, все это вроде. А теперь представьте, в корне что такое иудаизм? Это то, что откуда вышло как бы христианство появилось. Христос пришел. А иудаизм характеризуется главной центральной вещью. Ждем того, который должен прийти. Маша. Так ведь? Ожидая они его. И вдруг возникает другая сторона. Я сейчас скажу об этом. Другая сторона. Сионизм. Отсекаете, выбрасываете. Говорит, это нам не надо. И герцог говорит, а мы построим Израиль без Божьей помощи. Как? Без Бога евреи? Это что-то новое. Я такого не знаю. А оказывается, это есть. Так вот, есть в сионизме принцип. Великий обман, так называемый. Кто знает, коснитесь этого. Я к чему это говорю? Очень просто. Православный священник. Священник. Бросает все и уходит в артисты. Понятно, о том говорит? Ребята, ну немножко-то надо как-то понимать. Ты сам-то понимаешь. Игнать Тихнич об этом говорил. Ты оставил меня, простую руку на тебя. Постает и все. Да, ну то есть понимание. То есть, а думаете, он не понимает? Он прекрасно понимает, что он делает. Так вот, я говорю, значит, надо понимать, что происходит и с нами в том числе. В этом времени. Почему говорит? И в это время даже верные многие соблазнятся. Поэтому для укрепления веры понятно, что нужно делать, да и как. И поэтому я, например, смотрел, эта поездка для меня просто потрясающая. Она мне столько много дала, я столько увидел. Но это говорить нужно отдельно. Так что приглашайте на чай. Нужно разговаривать. Слава Богу. Оставайтесь. Оставайтесь на чай. Приглашаем, оставайтесь на чай на наш. Мы вас упостим. И вера, от слышания, от слышания от Слова Божия. Я, в пользу случаем, приглашаю всех сегодня на чай. Ко мне домой. Слышишь? Приходи на чай ко мне. Четырем часам сегодня. Будем в чат рулетки благовествовать о Христе. С твоими вот этими знаниями сегодня. Все желающие попробовать, как это в реале. Раньше мы ходили по домам, по деревням ездили. Сейчас это можно делать легко дома на стуле, в тепле. Производительность намного даже выше. То есть они мелькают тут же, вот, две секунды, и новый человек. Чтобы до нового человека нам доехать, мы помните, Сыгна Тихоничем, проезжали одна деревня, на отшибе приехали, и там не приняли столько времени, потратили денег, средств. То есть ничего, это Господь так дивно сделал. Вот они мелькают, готовые люди, только говори. Кто поверил, слышит нам от нас. Но наше дело, Бог взращивает, наше дело сеять. Давайте сеять, пока не поздно, пока не наступило это, пока не кончилось это благодатное время. Ну и булочки берите, конечно, нельзя слово. Наси Христос. Еще у кого есть слово? Да, Игорь Дмитриевич. Я немножко тебе добавлю. Вот, я ощущаю, что молятся и помогают. Это невозможно. Вот сегодня зашел Владимир, ну видно, такой южный формат его. И стали говорить. И вот, я когда посмотрел, то у нас по весу 1,9 гигабайт разговор. Это очень редкие такие вопросы. А другие заходят только, чат там мелькает, утром сколько-то, 128 тысяч человек. Мальчишка изобрел там, вот так вот мелькает кадры. А другой такой раз, ууу, Тихон, забыл как звать. А я на вашем ресурсе подписан. И таких людей все больше и больше, которые слышат, знают и начинают скидывать. А у нас сейчас тема мусульманства, которой я отвечал студентам и по радио-то. Они начинают отзываться, ну, только одно ругательство. Возразить никто не может. Я ссылаюсь на их книгу, не называя такое дело. Нас называют люди писания. Я это сам писал, но никогда раньше не думал. А когда стал об этом молиться, то люди писания. Когда было сказано? В 7 веке. В 7 веке какое писание было? Я понимаю, Библию, выкратное. Кроме Библии никакого не было. Мы люди писания. И показываю как раз на 5 суре. 47-й, 66-й аят говорит, что мы люди писания. И нам Бог дал и им жил. То есть Евангелие. Чтобы по нему поступали, не обманывали. Я по нему поступаю, я их не трогаю. И так, чтобы человек принимал это. Ну, это просто не... Я все время думаю, ну, кто молится? Не бросайте нас. Это наше благовестие. Ни на пургу, ни на что не глядя. Вот сейчас книги ушли. Эти люди, представьте, полностью они все взяли. Это без малов, почти обошлось им в 100 тысяч. Ну, там 98 тысяч. Отправлено. Они узнали. А в этой книге-то все имели участие. Которые были, молились. Сколько время Кубайкина тут, Галина Ивановна. Марина и Геннадьевна тут, Дебунова. И Севастьян эти, первый экземпляр делал, чтобы можно было проверять. Кто-то помогал одним, другой чем. Мы вот когда выезжали, мы ездили. Сколько людей. Только приезжаем тут все. И несут, и с собой берем. Это есть братство. Сродство по крови Христовой. Вот Алексей говорит, а я сразу представляю, как мы были. Папам подарили книги. Как мы там были. Не с лишним, с ними не встречались с лишним. Там аудиенцию вперед за год, наверное, записать надо. И самое неприятное чувство, осталось в Италии. Там Екатерина, Святой Храм. И мы кое-как устроились. Ну, вы видите, я могу назвать, не погрешу, если Николая Кручину, Николая Павловича, асом своего дела. Он все мог ремонтировать. И он там машину двигал, коробок не войдет. Дерево стоит, чтобы где не мешать-то. Сообщили туда. Время уже 11, сейчас мы только-только ложиться. В это время приезжает настоятель. Уходите отсюда. Так уложу, поедем. Там город, нигде остановок нет. Нам не на двор сходить ничего. Уходите, гренадеры придут. И никто не придет. Там такое место, рядом холм, деревья. Там никто не придет. Ночь, темнота. Он выгнал нас. Нигде больше нас не было. А ведь это 650 остановок сделали. Как в Италии, в Риме. И там нашелся, с ним приехал какой-то, кто я не знает. И он нас уйдет. Где можно остановиться, хотя машину-то нигде не поставишь. А там машинешки, это нашу машину пополам рубить. Маленькие коробушки. На двоих, ну как мотоцикл. И вот такое осталось чувство. Почему? Он боится, его выгонят. Или мы как-то помешали. Или он вовнутрь пустил. Нет, на улице. К нему эта территория не относится. Настоял. Сейчас гренадеры вызову. То есть они не пришли, я и вызову. И вас арестуют. И утром-то выходите. Я могу не есть двое-трое суток-то. В туалет-то надо сходить. И некуда. Я обращаюсь к негритянке, мусульманке. И она нам указывает, куда прийти. Одно на одно. И хуже всех себя повел православный священник. Знаете, как открывает глаза на все это. Вот Алексей говорит, а я будто с ним заново все прошел. Игнатиныч, карабинеры, а не гренадеры у них. Гренадеры, это не что-то другое. Вот такое дело. Алексей подавил нам память. Какие гренадеры там ходят. Еще у кого слово есть? Ну, вот я не вижу Алексея Семеновича. Хотя он должен был быть. Что с ним не знаете? Нет. Помогите, что у него... Он выписался из больницы. Там у него был переход с одного лекарства на другое. Может быть, с этим связаны наслаждения какие-то. У кого-то дома живет здесь? У кого? Почему он дома? У него здесь дом. Они выехали из Корчино. Они оставили там дом, купили здесь квартиру. А, ну все понятно. Они теперь здесь живут. По телефону можно позвонить. Так, кто хочет мне звонить по мобильному, потому никак нельзя. Сейчас позвоните, я сразу помешиваю кто. Иначе я не могу взять в руки. Раскаленный. Сейчас я вам позвоню. Может, нормальный телефон вам купить, не блокировать можно. И все, что вы мучаетесь-то? Да нет. Блокировка разрешается у меня только на десятерых. Я за один день девять закомпостировал, а дальше-то нет... Сергей говорит, что вам купить другой телефон, где можно хоть... Да что я тебе похудого сделал-то? Жалко вас. Люди мучатся, не могут вам дозвониться. Он стоит а две тысячи... Не могу, Сергей. Вот это только десять человек можно заблокировать. Иначе вообще не работает. Да давайте я вам подарю телефон, и можно... Второй телефон для своих. Не, не будет этого. Ну вот. Значит, не дозвонимся тогда. Ну, насчет красивого места лучше потеряй в кинетах. Игнатий Тихонович, что же вы гордость проявляете такую? Мы к вам подобраться. Ну, рассудим. Когда тебя начнут, то под пятьдесят звонков подряд ты спать-то не будешь. Так вот, мы же сразу их и убрали. Так, завершаем. Молимся. Трапеза, теснопение и занятия. Достойно есть якова истину, Блажитетя Богородицу, Призна блаженную и пренепородшую, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения с Терафим, Безыстрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, От внутренних распри, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покажутся в неближении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твоего, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, Амва Отче. Господи, научи нас семикратно в день, Прославля от Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий наш, прими нашу молитву Воздияния рук, как жертву вечерней Благомханья приятная. И соедини нашу молитву с молитвами Всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Божий всемогущий Создатель, Мы просим Тебя, услыши молитву Всех молящихся о нас во благо нам. И воздаем добром. Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий, Сына Твоего инородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Ради пролитой крови Его, Которая сроднила наш, Прими нашу молитву о всех, Заповедывши нам молиться о них, Ибо Ты достоин Всяческого пославления. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи Божий наш, Слушает раб Твой. Господи, благословите Ренти и Екатерину, И путешествующих и болящих. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Аминь.